ну что мои дорогие мы поехали так с одной стороны море с другой стороны дома это уже видимо наверное сочинские пошли пляжи не знаю это что за остановка наверное еще не сочи смотрю журнальчик чай пью вот он сочинский вокзал народу сколько идет загрузится я думала одна поеду вряд ли а мы главное взяли четвертый вагон чтобы мне в симферополе ну близко к выходу с вокзала было оказался этот четвертый вагон последний где еще три вагона потеряли непонятно вагоня 25 градусов сейчас от сочи будем отъезжать ресторана нет поезде так что будем дошираками питаться и колбасой ну что пока сочи увидимся ли еще не знаю как мне нравится когда домики вот на горе налеплены так ну забор какой-то и опять море что девочки еще не захотелось отпуска на море еще не потянуло красота змея запускают как поезд повернул ой туннель туннелей так много хорошо тут такой журнал про крым очень много интересного исторического и семечки грызу едешь отдыхаешь красота вот да самолеты быстро но вот это какая-то напряженка все равно присутствует а тут сел не захотел сидеть лег мужики молодцы покурить вышли ладно а я себя ограничиваю а тут прям так вот часто волнорезы стоят прям вот прям часто а тут уже нету значит какое-то там место наверное где нужно волны резать интересненько садиться потихоньку в воду вот на это бы я смотрела бы часами ну посмотрите прям вот прошло наверное да меньше двух минут я Косте только вот смс-ку написала ну все оно уже практически зашло а еще деревья тут откуда-то не возьмись ну ребята ну дайте солнышко сейчас ведь стемнеет в момент уже и не снимешь ничего ну вот что это ну все наверное пока это все проедем уже и солнце зайдет жалко речка горная такие они мелкие тут вообще одно название что речка ну какое колесо там на берегу ну короче говоря уже заката не будет лапоньки мои сейчас еще остановимся простоим уже не видно короче я привыкла я привыкла вот к океанической рыбе а тут вот прям так хвалят ну вот пишут что выбирая керченскую селедку стоит отдавать предпочтение самцам у них более яркий вкус жареная хамса вот вкусная но у нас ее продают только соленую мне кажется мне кажется ее привозят и солят сразу икра кефали предмет гордости крымчан не попадалась кефаль с икрой вот а селедку керченскую еще булгаков в романе мастера маргарита увековечил вот пишут диетологи убеждены в невероятной пользе это рыбой огромное содержание витамина d селена поле ненасыщенных жирных кислот омега-3 и недаром керченскую сельдь называют морским серебром вот так а я вот этого не знала так ну вот это вот это крымская комбала вот ее можно жарить а вот варить нельзя потому что у нее в шипах какая-то горькая слизь и при варке все это дело испортится так сарган это типа типа рыбы иглы но его жарят или запекают в фольге ну и вялят еще ставриду вот просто обваливают в муке и все вот рапаны оказывается рапаны привезли с Дальнего Востока в середине прошлого века они появились в Черном море вот и они стремительно размножились выросли в размерах вот и это самое но сволочи уничтожили местный вид устрицы вот так вот вот так поэтому сейчас завезли французскую разновидность которую выращивают на фермах вот и оказывается выращивают у нас на озере Донузлап в Черноморском районе ну как интересно а я и не знала этого барабульку барабульку я ни разу не покупала не знаю почему вот оказывается ее даже не потрошат а просто в муке обваливают и обжаривают настоящий крымчанин проверяет готовность взяв рыбу за хвостик и поставить вертикально она должна стоять хе-хе-хе хе-хе хе-хе да ну интересный журнал вот так все и стоим конечно там уже и солнце село и все ну все пока стояли видите и солнышко село хе-хе-хе что вот такое не везет и как с этим бороться хе-хе 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 ну ладно уже не знаю чего я тут сниму не сниму в темноте-то сейчас хе-хе спать хочу что-то я не выспалась сегодня приехала ночью вот это уже что-то не выспалась хе-хе 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 ну ладно хорошего вам всем вечера мои хорошие пусть у вас все будет замечательно ладно хе-хе 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 так хочется спать что даже лень встать хе-хе хе-хе ну я боюсь опять проснусь ночью выспавшиеся и чего бы хе-хе 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 время полодиннадцатого мы проехали горячий ключ и сейчас вот уезжаем в Краснодар правда ничего не видно вон река ну что вот мы в Крыму Герч не ну остановка Багерова какой-то доброе утро мост проехали в темноте обалдеть можно я у вас учиться буду? надо ко мне в инстаграм надо девчонки смотрите какой туман а куда я еду ужас какой-то хе-хе хе-хе в Сочи такая была красота север Крыма пока вот сейчас мы должны на севере Крыма да джанкой какие-то старые поезда ржавые это ну следующая симферополь сейчас надо убраться повыкидывать мусор сходить умыться и все и приеду люблю я в поездах ездить ну конечно никогда очень долго а так хорошо как-то в поезде отдыхается мне кажется лучше и спится хорошо а вчера была для меня серьезная дата три года как я начала выкладывать видео на канале три года каждый день работа каждый день надо снять каждый день надо смонтировать сохранить потом выложить ну как-то день этот прошел для меня не знаю никак погуляла по адлеру потом в поезде он сам ну а хотя что я хотела пляски вокруг меня с бубнами или что лишний повод просто Алинку помянуть когда она все начинала ну ладно мои хорошие я еду потихоньку осталось осталось час пятнадцать я буду в Симферополе а там уже автобус ладно ладно мои хорошие давайте пока с вами прощаться потому что сейчас это я пока автобус на автобусе сама не знаю что там еще если будет что снять то сниму вот а так пока мои дорогие прям такое все хмурое за бортом да Сочи конечно по сравнению с Крымом просто рай ладно мои солнышки давайте пока пока пока